дорогие друзья я вас всех приветствую сегодня тема видео такая как я переделал систему хранения своем квадроцикле стелс гепард а именно кофры до сегодняшнего момента я ездил вот так то есть у меня было заднее пассажирское сидение и большой кофр я сначала снял пассажирское сидение теперь я езжу на катке без него так мне кажется прикольнее во первых вид квадроцикла прикольно во вторых удобнее без него гораздо мне больше нравится ну и плюс вес она все-таки вес много снимается как дополнительный вес это я говорю когда езди один на покатушке когда ездил например кто-то второй семьей там с ребенком естественно второе сиденье я буду ставить меня стоит классический стелсовский кофр как на наверное 80 90 процентов квадроциклов он сюда отлично вписывается проездил я с ним около двух лет вот так он выглядит все его прекрасно знают это кофр гк специально сделать для стелс гепард и он красивый вместительный большой но хочу попробовать немного другое хочу попробовать лучше внешний вид квадроцикла и избавиться от этого гроба попробуйте сделать компактно в маленьких размерах чтобы избрать с собой только со самое необходимое по максимуму облегчить надоело мне сзади что когда кофр нагружен его надо забивать во первых полностью чтобы он ничего там не болтал а когда он полностью нагружен ну там все болтается все равно некомфортно сделаю маленькое комфортное решение и сниму вам покажу сниму свои впечатления покажу как это все выглядит на покатушках на может быть кто-то себе так сделает может быть мне не понравится я вам расскажу что не стоит так делать в общем сейчас мой квадроцикл выглядит так давайте запомним и сейчас я покажу что я приобрел чтобы установить сюда поехали итак друзья хотел вам сказать что я приобрел вот показываю два ящика для инструментов фирмы каттер продается везде в интернете вот такие вот расскажу про них поподробнее они сделаны качественно очень из хорошего пластика имеют очень легкий вес имеют вот такие две застежки открываются вот таким образом вверх эти ящики полностью герметичны имеют вот такую резинку на сто процентов можете их закидывать воду оставлять ничего себе не будет они будут только плавать уже проверены нашими ребятами так ездит уже все лето наш polaris и наш x10 вот керхер грязь ничего сюда не падает здесь комплекте так как это ящик для инструментов идут вот такие лоточки перегородки это все убирается и ставится назад я еще пока не знаю как я буду использовать то ли уберу и оставлю одно пространство то ли сделаю перегородки для удобства на это мы посмотрим все вот так он выглядит значит закрываем его опять на защелочки вот можно повесить дополнительно замочек следующее что я могу о нем сказать он имеет вот такую ручку самое главное что он имеет четыре точки крепления раз два три 4 и и надо будет сверлить его чтобы прикрепить к багажнику мы просверливаем сбоку закрепляем и он остается полностью на сто процентов герметичный как и был следующее что здесь есть это вот такие боковые фиксаторы это быстросъемы чтобы крепить между собой два устройства ставим наверх вот так вот второй кейс вот так вот они там покрепление все подходят и вот так нажимаем все зафиксировали подходим со второй стороны зафиксирую все они у нас крепкой сцепки на быстросъемах можно использовать 23 я не знаю как я буду делать сейчас по итогу либо я их расположу вот так два рядом с другом либо поставлю вот так два на дальней покатушке если совсем я буду брать значит два пристегивать если лайтовые ближе то один что касается вот этих кофров следующее что я купил оригинальный кофр оберпи g2 который устанавливается вместо заднего сиденья на оберпи там есть специальная площадка но тоже на быстро съемок покажу вам как он выглядит здесь есть вот такая ручка сам кофр выглядит вот так по сравнению с ними чуть чуть меньше конечно же это компактный кофр вот такие две боковые сзади сбоку точнее застежки все вы их открываете вот как он выглядит внутри внутри выглядит вот так значит абсолютно тоже полностью герметичность резинкой тоже проверено у наших ребят тоже стоят на некоторых все отлично здесь быстросъемы то есть вы его вставляете вместо заднего сиденья и защелкивать это на берпи на стелс придется делать сейчас какую-то дополнительную площадку чтобы прикрепить его будем что-то мудрить все вам покажу как вышло сзади вот тут чик уворачивать им так вот защел также он отстегивается вот так все дело выглядит и сейчас все это дело будем пытаться установить на мой квадроцикл конечно же в процессе я вам буду снимать и покажу финальный результат и дальше тест из поездки что было полноценное такое видео всем спасибо ну что друзья процесс установки идет полным ходом я загнал квадроцикл бокс и установил уже первый ящик то есть прикрутил его здесь здесь все снизу и он меня чуть-чуть выступает мне больше нравится так потому что без проблем станет сиденья сюда и без проблем станет второй кофр короче у меня вот так все сделано все отлично можно его сдвинуть как туда так и сюда он выступает не сильно нормально как тот кофр не больше это ровно вот с этой штукой все это первая часть проекта смотрится так сейчас я вам покажу еще с этой стороны вот так дальше едем на катку испробуем теперь будем удрить площадочку под кофр берпи мы на первом выезде с новым кофром собрались хочу сказать что влезло все в принципе пока я поставил один вот так дело все выглядит пока я поставил один сейчас станет второй следующий раз но все влезло за исключением там и больших мелочей такой маленький пакетик здесь просто надутый вот сминать как раз вот эту кофр и не хватает и все влезет идеально даже на дальнюю катку 2 не надо ставить все отлично едем короче вот так у меня все упаковано сейчас я вам покажу все компактно нормально короче годная тема всем делать так итак друзья ну что завершил я установка второго кофра вот берпи вот это все дело вот так вот выглядит все стоит сиденье родной встает держится он плотно никуда не денется вот так вот он открывается раз-два быстро съем и поворачивать эту штучку и вынимаете кофр и можете отнести домой положить что-то прийти все поставить и поехать сейчас выезжаем значит на покатушку тоже вам дороге все продемонстрирую расскажу как он себя провел в действии в общем снимаю описание о кофре проехал я уже теперь пишем вот этим кофром сейчас первый выезд 80 километров я проект и при жестких таких скоростях при кочках все стоит нормально вот держится вот аккуратненько все у меня тут разложено зарядочки короче топ бомба пушка всем рекомендую вот такой видос хотел снять вам надеюсь вам будет полезен кто хочет такую систему кофров сделать пожалуйста это годная тема